Больше всего участников 4-го городского шоу проекта «Хоровая ассамблея» было в номинации «Дошкольники». Ребята из детского сада номер 10 своим выступлением открывали конкурс. 17 певческих коллективов приняли участие в первом этапе городского шоу проекта «Хоровая ассамблея». На сцене Дворца культуры «Современник» исполнялись песни на тему «У природы нет плохой погоды». Каждое выступление – это настоящее шоу, это необыкновенная музыкальность наших горожан. И, конечно, больше всего поют про осень, про мечту, про лето, про воспоминания о лете. Одним словом, те, кто пришли сегодня на наш замечательный концерт, я думаю, прогноз погоды будет очень благоприятный, который нам сегодня предоставит уважаемый жюри. В этом году хоровая ассамблея пополнилась новыми участниками. Впервые в городском шоу-проекте выступил мужской хор. Коллективу «Артель» с подготовкой номера помогала Екатерина Копенкина, руководитель ансамбля русской песни «Млада Дворца культуры «Современник». Позову я голубя, позову я сизова, пошлю в троличке письмо, давай начнем все сызнова. В наш состав, в наш коллектив входит в основном рабочая группа производственного объединения «Старт». Мы стараемся восполнить, возможно, наши мечты, которые были в детстве, чтобы научиться петь. Тем более, есть у нас великолепный педагог, у нас был первый опыт, это при подготовке к 60-летнему юбилею производственного объединения «Старт». Мы попробовали, нам очень понравилось. Репетиция у нас проходит весело, задорно. Песню мы выбрали, потому что мы ее хорошо знаем. Мы ее хорошо выучили, и поэтому без проблем ее споем. По итогам первого этапа городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея» коллектив «Артель» завоевал звание лауреата первой степени. Победителями названы и юные хористы из детского сада номер 10, а также малыши из второго корпуса 11-го комбината. Среди коллективов образовательных учреждений первенство завоевали учащиеся школы номер 226. Хоры ветеранов Дворца культуры «Современник» с песней по жизни и «Лейся песня» были признаны лучшими в своей возрастной категории. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».